Субтитры подогнал «Симон» 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 Я считаю просто переход оба, переход от физических серверов к вертальной машинам. Хочу рассказать немного про виды улочных моделей. Как видите, в самом правом углу своя серверная. Ну, это типичная такая своя серверная. То есть кто-то может и не быть. Есть какая-то комната, где стоит какой-то сервер, либо стойка, либо просто несколько тавров серверов стоит. На них настроены какие-то сети. Есть, опять же, сетевые адаптеры, сетевые карты, сетевые муфтизаторы. Есть система хранения данных, либо просто диски, сорта, рейдинг, кто-то. Есть или, возможно, нет вообще лобализации. Ну, мало кто, врач, у себя пока не что-то. Ну, операционные системы, безопасность, пазы данных, приложения, среда приложений. Вот. За все это отвечает, собственно, сам Айтишник, в той компании, в которой она работает. Ну, collocation — это уже немножко другая. Когда вы приходите к провайдеру, например, вы целиком говорите, мне нужен сервер какой-то, железный. Вам целиком говорит «косновый софт», вот вам сеть. Здесь вы можете поставить свой сервер. Все, вы его ставите и платите только за место в стойке, за электропитание, интернет. Неплохая модель, но, опять же, у вас тоже много о чем нужно заботиться, много о чем нужно думать. О тех же серверах, о тех же материнских платах, много о питаниях, чтобы ничего не играло. Вот. Чтобы вы там какие-то приложения работали, классные данные возможные и так далее. Третий модель — это IaaS. Собственно, это уже виртуализация, то, что представляем мы. Здесь нам уже не нужно бороться об соде, не нужно бороться сети, не нужно заботиться о серверах, системах хранения данных, за виртуализацию. То есть за все это отвечает уже правая. Вам нужно заботиться только о том, что там операционная система работала, о приложении людей крутились хорошо. Вот. Ну, это какие-то базы данных, исполнимые за дабл. Вот. ПААС-модель в Беларуси вообще-то практически не используется, но очень хорошо используется зарпежон. В Европе тут же Amazon. Я же представляю ПААС-сервисы различных для разработчиков. В чем преимущество данной модели? В том, что вам не нужно заботиться вообще ни о чем, кроме самого приложения. То есть вы заливаете свой борт куда-то и смотрите, чтобы ваш код исполнился хорошо. Да все остальное отвечает гендер. Ну и третья модель — это IaaS, где вам вообще ни о чем не нужно думать. Вы просто берете готовое приложение у вендора, вендор заботится о его доступности, на том, чтобы ваши данные там охранились, они никуда не передвигали, не терялись, никуда не пропадали. Вы только как администратор заходите там, заглядитесь в его один пароль и меняете, и пользуетесь доступом приложениями. Ну, на SaaS-сервисах останавливаться, наверное, смысла нет. Опять же, мне всем, наверное, будет интересно слушать про какое-то определенное SaaS решение. Но, как правило, это закрытое решение. Например, Microsoft общенщик или Microsoft Key, где вам не нужно ничего разворачивать, просто взяли и пользовались. Вот. Поговорим более предметно о IaaS, либо инфраструктуре как сервис. Собственно, это тот сервис, когда вы получаете свободное пользование, вы получаете брутальные дата-центры, брутальные машины, и заливаете на них свой софт, настраиваете его каким-то образом. И... Ну, вам не нужно беспокоиться о том, чтобы там сервер работал, там диск там вылетел, и его менять нужно. То есть это все, вот, если с провайдера. На данном слайде представлены три лендера. Это... Windows.CGPack с хайпер-регитровизором, VMware есть, кстати, и CloudStack PWM. Все три лендера представленных используются у нас. Наши ребята из отдела технической поддержки, разворачивали, настраивали эти бага, и они сейчас есть, доступны. Основная площадка, которая у нас используется в Беларуси, это, конечно, CloudStack PWM. Площадки в январе и в кайпер-регитрове, они в основном для стран СНГ. То есть в Литве, в Европе, для таких заказчиков. Поистине, в чем причина, CloudStack PWM бесплатный в OpenSource, а в IWI, когда они накладывают еще в инцидионном платеже, то есть в случае стойки объекта немного дороже. Вот. Ну, общая схема CloudStack и IaaS в любом лендере, вот здесь представлены нами KWM, будут строить в основном ProKWM и CloudStack. То есть в самом низу представлены вычислительные физические ресурсы. Это сервер, вычислительные процессоры, память, сети передачи данных и системы хранения данных. Ну, то есть вычислительные ресурсы, все построенные по принципу в IWI, они построены с выдачностью. То есть если сгореть какой-то физический сервер, сгореть материнская плата, не знаю, блок питания вы не устроили, то есть второй сервер, на который медальная машина в режим live migration переходит, вы не чувствуете проблем с доступностью. То есть ваша машина эмигрирует между физическими костами без простоек. При этом у нас могут, так сказать, ломаться и материнки, могут и будет питание, это все наша забота, и мы за это отвечаем. Тоже сети передачи данных построены по принципу ADISTAN BY, то есть активные и пассивные муштизаторы, прошу друг друга. Опять, на случай, если выйдет один муштизатор из строя, то второй должен работать без перерывания в качество сервиса. Ну и система хранения данных у нас построена по трём типам, статар, быстро и ультра, что-то по аналогии с дисками с SATA, SAS и SSD. Вот, они все отличаются по линейной скорости чтения и IOS. Количество операций вывода в секунду. Ну, стандарт самая маленькая, ультра самая большая, а ультра самая большая IOS. Вот. Управляет всем, всеми вычислительными ресурсами ColdStack и интергейсных программ. И вы уже как заказчик просто получаете виртуальные машинки, которые представлены. Виртуальные машинки с какими-то операционными системами, которые вам необходимы. То есть это может быть Windows, это может быть Linux, и может быть 3PSD и так далее. Вот. Почему KVM? KVM, во-первых, да, он бесплатный, во-вторых, он включён в сборку ядра Linux. На момент, когда строилось первое облако у нас в Arctic Cloud, тогда был выбор между KVM и Xen. Xen тогда не поддерживал операционную систему Windows-сервер, и с Windows приходилось очень тяжело. До последнего времени Xen всё время устраивал операционную систему в своей драйвера и изменил игру систему, чтобы гостя и организационная система работали хорошо. Вот. У KVM у таких проблем нет, он аппаратный выставитель ревизор, который не модифицирует ядро операционную систему. Вот. То есть, опять же, там, машинка на KVM может переехать сюда, не варить, сконтанцировать её просто, либо файдеры, потому что это всё тоже аппаратный интервизор. Вот. Большая поддержка операционных систем Windows, Linux, FreeBSD, Solaris и так далее. Независимые ядро, библиотеки, лидер и так далее. Всё это очень давно включено и хорошо работает. То есть KVM проверяет решение. Плюс он не требует ресурсов. То есть, в отличие, там, если сравнивать с программным интервизором, то, ну, аппаратный, естественно, на порядок быстрее. И данная машина лучше работает. То есть она получает частные ресурсы, уже операционную память. Вот. И так, инструментарий урок. Если используете инструкцию в нашей компании, то вы, наверное, видели, либо не видели, у нас есть две панели управления. Одна панель управления услуга, где вы просто заходите, видите личный кабинет, услуги, которые вы заказали. В нём же вы можете заказать дополнительные услуги, обратиться в техническую поддержку, можете там заказать, оплатить какие-то дополнительные сервисы, завести новые почности, установить для них какие-то привилеги, устроить доступ к администратору, отделить. У каждого будет свой уровень доступа по совершениям, теми или иными. Также настроить в себе уведомления. Виас-панели, как мы представлены здесь, можно создавать футуальную машину, управлять своим футуальным центром, дополнительно добавлять какие-то диски или адреса, настраивать резервное копирование и так далее. Наверное, сейчас покажу небольшое демо, чтобы не показывать дальше слайд. И вот, собственно, сама панель управления в полевом режиме. Здесь вот видны услуги моих пользователей и так далее. Сама услуга колоссера построена на КВ-м облаке. Она выглядит вот так. Это мои виртуальные машинки. К слову, для этого мероприятия здесь развернуты 4 виртуальных машины, на которых представлен какой-то демо с адрес. Далее будет просто слайд, где вы можете потом висправить этот адрес, посмотреть, как работает то решение. Вот. Создать виртуальную машинку в нашем облаке очень просто. Для этого достаточно просто перейти во вкладку сервера либо в панель справа перетащить пункт сервер. Выбрать необходимую операционную систему из шаблонов, либо загрузить свой изобраз, если у вас там есть какие-то свои изобразы каких-то операционных систем, я не знаю. Ну, посмотрим, например, там, Linux, Ubuntu, например, 16. И вот, да, в принципе, 3-ые. Значит, в этом часовой, я уверен, здесь, так как он, в общем, Вот, видите, В отличие от того, из�데цов, выключены по данному — выключены по данному — мастераму, так, как он — Взять минуты только следовала, все странились, нам что-то заказали. Здесь уже пошло создание машинки, и буквально через пару минут на почту придет письмо с доступами, и вы сможете зайти и залить какой-то сорт, не знаю, развернуть токер, замечательное сорт приложения Google, либо залить свой проект, строить какие-то службы, например, как сервис, патч, и так далее. Также можно показать панельное управление, если это кому-то интересно. А здесь представлена панель Windows Azure Park, она не отвечает, но смысл тот же самый. Далее машины, здесь также можно добавлять новую машину, нажимаем кнопочку «Создать», и переходим далее, выбираем коллекцию, и далее. Но не будем на этом зациклиться, у нас уже, по идее, в первой панели машинка создана. Вот. То есть на машинку сразу можно попасть. Всё, машинка доступна, можно с ней работать. Ну, какие основные действия здесь доступны? Это, опять же, включать-выключать машинки, создавать новые, управлять дисками, добавлять новые диски различным машинам. Можно добавлять IP-адреса, можно настраивать вопрос портов для дальних машинок, можно включать VPN, можно загружать диски-образы, можно посмотреть статистику по использованию ресурсов, можно посмотреть информацию в журнале, кто заходил, какие действия выполняют в данном управлении. Так, и хотел бы показать то, что, вот, четыре машинки здесь созданы, на каждой машинке развернут свой сервис. Каждый сервис вы можете посмотреть, открыв у себя браузер. Вот такую вот. Вот такие адреса. Битрикслав от сервис.нет, это интернет-магазин Битрикс, который создан в скорбке. Здесь используется шаблон виртуальной машины БитриксВэн. И по умолчанию после создания машинки можно развернуть демо-проект к Битриксе. То есть вы можете зайти посмотреть, как это работает в нашем облаке. Также можете посмотреть, там, CRM-систему, CRM-битриксВэн. Тоже на инвентуальной машине БитриксВэн. Разворачивается несколько кликов. Довольно быстро создается. Еще развернуто на одной машинке облачных хранилища Монклау. Его тоже можете зайти и протестировать, как эта развернутая работа. И развернутая 1С. Вот. 1С тоже доступна по ссылке. Вы можете тоже зайти в прошлом, посмотреть, как это работает в нашем облаке. Несколько слов еще по инструментариуму, по резервным компьютерам. В панели управления доступны снапшоты, но снапшоты — это не БК. Снапшоты — это просто снимки дисков, которые можно создавать в какой-то определенный момент времени. Можно вручную делать, можно автоматически. Вот. Роль снапшота — делать перед какими-то настройками администратора, сохранять состояние системы со всеми данными на диске. Один снапшот делается по одному диску и хранит весь размер этого диска со всеми данными изменениями. Вот. Также у нас есть еще тарифы Бэй и эффектив БК. Тарифы Бэй — это просто независимая система хранения данных с доступом по FTP и FTP, на которую вы можете загружать БК в своих проектов с частотой и тем количеством, которое необходимо именно вам. То есть вы сами можете по FTP загружать, либо скриптон какие-то, выкарпить там какие-то базы данных, сайты, я не знаю, проекты и так далее. Вот. И FTP. FTP — это клиентское приложение, которое можно устанавливать на свои рабочие компьютеры, либо устанавливать на сервере, там две редакции — FTP, рабочая станция, FTP, сервер. Рабочая станция позволяет покупать различные парки, парки, документы с вашим персональным компьютером. Просто заходите в интерфейс клиента, говорите, что погопировать, как часто, в какое время, сколько копий хранить, полных и пантиментальных, сколько интернет-каналов использовать и так далее. В серверной версии FTP немного сложнее, там просто есть еще роли. То есть вы можете выкапить сами роли сервера, например, идти-директори, службы федерации, там, не знаю, общающих выкапить. Можете выкапить базы данных, Microsoft, SQL, сервер и так далее. Вот. В принципе, остальные операции те же самые. То есть в какое время, как часто, как уж именно интернет-каналы использовать, это, да, реально доступно через саму клиенту. Ну и несколько слов про газоустойчивость. Да, виртуальная машина в облаке доступна. Да, там наши ребята-инженеры заботятся о том, что машинки всегда были доступны, данные машины тоже были доступны. Но есть проекты, когда необходимо, например, будет высочайшая газоустойчивость на случай, даже если клиент кто-то зайдет и ударит какой-то файл. Для этих, как бы, моментов настраивать сертификацию. То есть создаются другие виртуальные машины, в том же соте, либо в другом. Например, если заказчик заботится о том, что вот, даже если там, ну не знаю, коммента упадет на слот, и данные все потеряются, а хочет, чтобы данные были доступны в другом цене. Да, вероятность того, что коммента упадет именно на слот, что-то небольшая, но если такое требуется, то есть решение, тот же VW с verification, либо в double-take, который опять же работает со различными операционными системами, и как с физическими серверами, так и с виртуальными. Также есть другие различные решения, там, например, в Windows это депресс, там синхронизация именно блоков правовой системы, можно использовать его и репликацию по данным. Либо, если кто-то знаком с Windows, там их демон такой-то синхрон, который тоже позволяет расправить с репликацией онлайн в каких-то файлах именно в образованной системе, в правовой системе. Ну, либо использовать другие какие-то более сложные вещи, типа DPD и так далее. Несколько слов про безопасность данных. Наверное, много кого волнует этот вопрос, либо никого не волнует? Волнует? Конечно. Сильно волнует? Вот. Хочу отметить, что в области данные более безопасны, чем если они кронятся в такой резервной, в которой даже нету замка. Во-первых, во все натоцентры, в которых размещаются наши ресурсы, ну, где надо, там, система пропусков. То есть даже сотрудники нашей компании, у которых нет доступа в дата-центры, они не смогут попасть. То есть там есть специальный список сотрудников отдела инфраструктурных решений, которые приходят, они отличаются, и только потом их пропускают именно к стойкам серверами. Вот. Во-вторых, там установлены системы кондиционирования пожаротышевыми. Мало кто из заказчиков использует это у себя. И мало кто заботится о том, чтобы, опять же, там, сервер были там X2 на случай каких-то проблем. Даже мало кто покупает себе запасные запчасти какие-то, материнку, питание. Именно обычно вспоминают об этом, когда уже все прикладывается системой ограничения данных и начинается. Соединение выручает все, поднимаем быстренько-быстренько, и после этого уже начинают задумываться о чем-то таком. Ну, про саму защиту данных и безопасность. Можно заключать соглашение или разглашение, обеспечивать доступность ресурсов согласно СЛЭЙ. Наша компания... Наша компания два СЛЭ. Один СЛЭ 99.5 на бесплатном уровне служит, второй СЛЭ 99.5, когда наши коллеги обучают доступность не самих трудовых машин, а уже каких-то сервисов. Например, если вам нужно, чтобы не ваш системный регистратор чем-то занимался, а именно наш, настраивал, поддерживал что-то, то такая доступность тоже обеспечивается, и мы отвечаем за это финансово. То есть, если мы соблюдаем этих СЛЭЙ, то мы производим компенсацию и так далее. Ну, опять же, доступ к панели управления, защищенный СССР-сертификатами. То есть, вашу сессию даже если кто-то перехватит, то это возможно расшифровать. Также, для доступа к панели управления, у нас установлены, например, минимальный агент пароль. То есть, вы не сможете установить пароль 1, 2, 4, 5, 6. Система просто не даст его сделать, потому что дальше вас могут сломать легко. Плюс, опять же, вы можете использовать свои решения. Если вы хотите шифровать каждую систему на летальных машинах, пожалуйста, вы можете это сделать. На летальных машинах в облаке вы играетесь полностью администратором, и вы можете делать это все что угодно. Устанавливать битлокер для шифрования данных, настраивать панели туннели. Можете использовать панели туннели, которые доступны у нас в панели управления. Можете использовать какие-то свои решения. Устанавливать керево, ODPM и так далее. Ну и так далее. Плюс, еще хочу отметить, что после создания виртуальной машины, то есть, вы видели в панели, она сразу не проброшена к IP-адресу. То есть, извне она недоступна. И для того, чтобы она стала доступной извне, нужно открыть какой-то борт. Ну, если, например, это линус для работы, вы, например, открываете для SSH, то есть, можно настраивать ограничения по разрешенным внешним подсетям, чтобы никто, например, не мог получить доступ к какому-то порту, кроме ваших офисных подсетей. И вы работаете только с офисами. Можно, конечно, использовать стандартные порты. Например, для DPS, для DPS, для DPS, для SSH, а там 22, 158, ну, не знаю, какой-то другой какой-то. Либо для RTP, там, не 3389, а там, 3567, не знаю. То есть, как бы, атака будет производиться, даже если будут какими-то злоумышленниками. И тут обычно, как правило, на стандартный порт. Если вы открываете на стандарт, то добавительно всегда оберегается. Вот. Ну, плюс, опять же, виртуальный роутер, вот это вот облачко с электричеством. Когда вы открываете на него какой-то порт, опять же, многие заказчики просто отключают фареволы в операционных системах. Ну, мало кто настраивает, но, к счастью, виртуальный роутер, он не является еще дополнительным фареволом, потому что даже если вы открыли все 65,535 портов, то вам на машинку никто не заловится по всех этих портам, а только по какому-то определенному, если у вас не настроена какая-то защита и так далее. Вот. Ну, здесь примеры размещения в нашей инфраструктуре. Например, вот, если ломается физически серо, то и далее машин кемплируют соседние хостеры. На этом, в принципе, у меня как бы все. Я думаю, что, если есть какие-то вопросы, буду рада здесь. Да. Самое первое слово, что вы сказали, вы первые в мире. Самое первое, что вы сказали, что вы первые в вашей конференции, первые в мире. Скажите, чем вы лучше в мире? Нет, вы сказали, в Беларуси, и даже в мире. Ну, можно здесь услышать. Чем вы лучше, чем Windows Sazor? Я, как пользователь Windows Sazor, хотел бы услышать, чем вы лучше. Может, я к вам перейду. Windows Sazor, во-первых, находится не в Беларуси. У них нет ни одного центра в странах СНГ. Ближайший к нам находится в Ирландии. То есть, если вашему предложению нужно, чтобы там были минимальные облики от пользователей из Беларуси, вам как бы размещаться смысл. О, Эжи нет. Да, у них там свое урок, как у страны на базе, как вы видите, флоте Майкрософта. У нас тоже есть Windows Sazor, в России. Вы можете тоже им пользоваться, если вы любите Azure. Ну, так о чем вы лучше? Скорость доступа, ну, у меня, допустим, у меня РПП простой, мне хватает скорости на нашем интернете, даже мобильном. Я с телефона могу туда за этим чуть-чуть в РПП поработать и выйти. Если большие данные загружаются. Да. Первая – скорость доступа, вторая – это законодательство. То есть, данные, которые хранятся в наших ОПК, они хранятся на территории нашей страны. И, грубо говоря, быстрее их не получать доступ, и хранение данных на пределах страны соответствует законодательству. Второй вопрос. Ощущенность данных от наших правового возраста? Ну, давайте представим ситуацию. Окей, у меня, например, есть компания, я занимаюсь продажей, например, автозапчастей. Ко мне приходят госорганы. Ну и что? Что при этом происходит? То есть, у меня все данные хранятся на деталях в машинах ОПК. В нем я изыму все данные из моего офиса, но данные из ОПК они смогут только запросить. После какого-то судебного решения. И, опять же, это все проверяется. И очень много времени проверяется. И те, кто предоставит какие-то данные из практики, и премиум работы моей компании таких случаев еще не было, чтобы там приходили какие-то судебные письма о том, чтобы мне доставить данные клиента ААА. Ну, пока они, наверное, просто не понимают, что за этот этот нервничок клиента. Ну, к нему взяли. Это настоящая жизнь. Ну, да. Еще какие-то вопросы? Да? Да. Да. Что еще раз прочее? Да. Как много было? Честно, очень много. За время... За время... За время... Третьего года, по текущей... Ну, было много атак. Мы собирали двойного пустинга. И были атаки именно за эффект риса наших клиентов. Даже в этом... Нет, в этом не было. В прошлом году 2016, там были атаки. Но у нас коллеги из отдела инструктурных решений, они мониторят сетевую активность. И если видят, что производится атака на какого-то из наших клиентов, они принимают оперативное действие. То есть они блокируют эти риса, с которых идет атака. И атака прекращается. А еще вопрос, по-моему, будет? Ну, вопрос. IPv6 работает? Нет. IPv6, по-моему, в мире работает очень мало где. И мало кто использует их на существовании. То есть к этому еще будем идти лет, наверное, 5, 6, уже 10. Ну, просто протокол появился в 2003 году. До сих пор он нигде не используется. До сих пор там все меняется, наполняется. Да, сейчас масса вливается. Даже в умных чайниках там пишут поддержка IPv6. Но по факту она не используется. До сих пор мы живем на IPv6. И еще вопросы? По ценам, в сравнении с остальными сервисами, насколько это выглядит или не выглядит? Есть ли какая-то сравнительная информация? Если честно, делали сравнительную информацию в прошлом году, где-то в мае или в апреле 2016 года, сравнивали с Amazon Web Services. Там есть иду серые, и по сравнению с ними у нас цены будут лучше. Плюс, опять же, у нас активный дел продаж, и в любое время вы можете подраговаться на скидку какую-то. То есть коллеги вам могут не ставить какой-то скидку. Если там производите большой платеж, например, за не месяц, а там полгода, либо года, то там коллеги идут на существенные уступки и не представляют большинство. Спасибо большое.